5 января пятница дизайн человека дает такой посыл осознавая потребность в поддержке вы провозглашаете ценности которые требуются для получения помощи создавайте свою вселенную и поскольку это пятница день венеры день легких и романтических ноток которые связаны с отношениями сегодня хотелось бы поднять такую тему как строить отношения с близкими чтобы не впадать в эмоциональную зависимость от них ты можешь даже не заметить как становишься эмоционально зависимым от какого-либо близкого человека будь то родитель родственник друг или любимая девушка такой подход к выстраиванию межличностных отношений будет сильно мешает жить своей собственной жизнью вместо этого все свое внимание ты будешь отправлять и фокусировать на дорогом себе человеке это забирает твое внимание и твой ресурс его потребности и желания ты начинаешь ставить выше своих собственных потребностей и желаний все свое время ты начинаешь посвящать этому человеку зависимое отношение неважно с кем партнером родственников другом подругой заставляет страдать из-за чрезмерной фиксации на другом человеке ты будешь наделять его правом управлять своей жизнью его мнение для тебя становится важнее чем твое собственное а любой холод безразличие или молчание свою сторону ты начинаешь воспринимать очень болезненно под давлением страха потерять общение с близким человеком ты можешь пытаться начать контролировать каждый его шаг чем только усугубишь ситуацию и будешь вызывать только гнев или раздражение а потом можешь попасть в бан для того чтобы твои отношения с другими людьми не перерастали в нездоровые а ты не мучился из-за чрезмерной зацикленности на каком-то конкретном человеке тебе необходимо научиться правильно выстраивать общение с окружающими что же можно сделать не связывая свое настроение с действиями других людей то как именно ты будешь чувствовать себя сегодня не должно зависеть от поведения окружающих тебя людей ты задаешь темп ритм и настроение только ты являешься хозяином своего настроения и только ты выбираешь как реагировать на те или иные внешние обстоятельства если близкий тебе человек чем-то недоволен если он не успевает уделить тебе то время и внимание которое тебе хочется или забывает о том что тебе пообещал это не повод ставить крест на сегодняшнем не он определенно может стать лучше если ты перестанешь зацикливаться на одной конкретной ситуации и переведешь фокус внимания на что-то другое учись выбирать свои реакции на происходящее с тобой что-то идет не так как тебе хочется что ж такое бывает с каждым ты не в силах контролировать окружающих тебя людей указывать им что делать управлять их эмоциями но ты можешь сфокусироваться на том что находится в зоне твоего контроля чтобы сделать свой день лучше если тебя что-то расстраивает вместо того чтобы настраивать себя на негатив постарайся понять что именно вызвало в тебе эти чувства и поскорее исправь ситуацию принимай тот факт что каждый имеет право на свое мнение и каждый имеет право на свой выбор человек волен думать и поступать так как считает нужно не стоит брать на себя ответственность за чужое благополучие за чужое решение пытаясь помешать кому бы то ни было даже если ты уверен в том что твой близкий человек пожалеет о своем выборе в лучшем случае ты поссоришься с человеком и будешь пытаться заслужить его прощение потому что будешь чувствовать себя виновата не стоит проявлять активность участие в чужой жизни если тебя просит о чем-то помоги советам делом в зависимости от того что именно необходимо человеку если нет то будь готов оставаться наблюдателем несмотря на желание повлиять на принимаемые решения позволь человеку ошибаться разочаровываться и менять свое мнение это неотъемлемая часть взросления учебы и роста особенно когда дело касается родителя и ребенка кроме того это позволит тебе четко понимать что невзирая на вашу близость вы являетесь двумя самодостаточными личностями как научиться отстаивать свои границы вежливо но уверенно выставляй личные границы в общении человек у которого нет личных границ никогда не поймет что он делает не так в общении с окружающими эмоционально зависимые люди чаще всего пытаются контролировать своих близких указывая им что делать жестко критикуют их поступки когда им делают замечания и просят их перестать так себя вести они возмущаются тебе жизненно необходимо научиться расставлять границы в общении с другими людьми это нужно не только для того чтобы не позволять окружающим приносить тебе неудобства заставлять делать или терпеть то что ты не хочешь также этот навык требуется чтобы ты мог понять причину негодование твоих близких пока ты не ощутишь себя на их месте ты не станешь прилагать новых усилий чтобы измениться тебе будет казаться что ты проявляешь обычную заботу о тех кого любишь и ничего более но забота часто может перерастать настоящую одержимый состоянием дел другого человека и своем желании причинить добро ты будешь переходить все грани в таком случае неудивительно что близкий тебе человек захочет дистанцироваться чтобы вернуть себе контроль на собственной жизнью разреши людям думать о тебе плохо твое желание оказаться хорошим в глазах тех кто тебе дорог абсолютно понятно тебе хочется чтобы близкие воспринимали тебя как человека который всегда придет на помощь поможет любой ситуации выслушает даст совет напоет чаем или чем покрепче но к сожалению у тебя не всегда могут быть на это время и силы порой тебя придется делать непростой выбор потратить ресурсы на решение своей собственной проблемы или чьей-то чужой и тебе стоит очень хорошо подумать перед тем как приступать к действию ты всегда должен быть у себя в приоритете в идеале каждый человек несет ответственность только за себя и свое благополучие помогать своим близким нужно не вопреки обстоятельствам а тогда когда у тебя есть такая возможность в противном случае ты не только останешься с нерешенными проблемами но и не сможешь привнести ничего хорошего в жизнь дорогих тебе людей перестань бояться что твои близкие начнут думать о тебе плохо сразу после твоего отказа взрослый и адекватный человек должен понимать что у тебя не всегда есть возможность оказать ему помощь на это не обижаются особенно если ты подкрепишь свой отрицательный ответ объяснения почему ты не в состоянии помочь разреши людям думать о тебе так как им захочется перестань брать на себя ответственность за то как ты выглядишь в их глазах с этого момента тебе станет гораздо легче жить но и при этом у нас 24 лунные сутки это день природной силы природная стихия все что есть человеке сильного мощного олицетворяет медведь и в этот день очень благоприятно все что связано со строительством дома этот день самый благоприятный для такого времяпрепровождения плюс у нас просыпается мужская энергия шивы поэтому сексуальная энергия в этот день не рекомендуется игнорировать плюс это хороший день для зачатия несмотря на то что луна убывает тех случаях когда энергии слишком много можно постоять в позе березка это называется стойка на плечах чтобы энергия с нижних центров потекла верхние центры благоприятный день для любых медицинских процедур особенно показана баня сауна уязвима печень кожа и прямая кишка причины недомоганий могут быть следствием нереализованной сексуальной энергии которую можно сублимировать творчество или спорт при этом луна находится созвездие читра создай свою вселенную день также благоприятен для улучшения состояния здоровья и работой над состоянием тела можно сказать что вы скульптор своего тела если вы хотите сделать хирургическую пластическую операцию этот день не так уж и плохо также хорошо покупать и надевать новые вещи порадуйте себя чем-то новеньким и выбросите из своего гардероба то что вас давно бесит или уже порвалось благоприятно заниматься ремонтом дизайном интерьера повесить новые шторки поменять обои или что-то еще любое декорирование дома приведет вас внутренней гармонии благоприятные любые действия связанные с ремеслами творчество любой вид деятельности связаны с механикой можете починить стул или сломать кому как больше нравится то что связано с автомобилем да можно купить в этот день автомобиль кстати говоря тоже очень хорошо публичные выступления надевание в первый раз драгоценных камней и ювелирных изделий духовной практики визуализация все действия связаны с противоположным полом также благоприятно заготавливать травы и любые лекарства все действия требующие проявления харизмы элегантности и очарования ну и по большому счету можно сказать что сегодня возможно все потому что читра это драгоценный камень медведь это огромная сила поэтому у вас внутри есть какой-то талант который вы сегодня можете очень хорошо применить потому что сил будет много главное чтобы эта сила не разрушала вас изнутри а вы ее использовали для достижения своих целей и результатов и настроена день я расстаюсь с печалью о прерванных отношениях я больше не ищу идеального мужчину или идеальную женщину я законченное совершенное существо и не нуждаюсь ни в чем и ни в ком для совершенства я умею любить и знаю что заслуживаю любви других я дарю и принимая любовь без всяких оговорок я всегда концентрируюсь на своих намерениях даже если занят я следую своей стратегии и принимая необходимые меры для концентрации я знаю что моя внутренняя концентрация проявит себя в окружающем мире я реализую свои амбиции и знаю где у них заканчивается грань как обычно я желаю вам находиться состоянии легкости радости и великолепия не забудьте поставить лайк в качестве энергообмена написать теплые комментарии и также поделиться тем что именно вы сегодня сделали